Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозельском тактических направлениях. Решения приняты в связи с серьезным инцидентом, который произошел накануне вечером. На территории Беларуси и России были уничтожены воздушные цели из Украины. Подробностями и реакции на произошедшие глава государства поделился сегодня во время рабочей поездки по Могилевской области. Прежде чем начать сегодня конкретно обсуждать вопросы строительства сельскохозяйственных предприятий и наведения порядка в каждом районе нашей Беларуси, должен осветить такой вопрос. Я почему и задержался, пришлось заниматься этим. Вчера в 18 часов 10 минут в силы ПВО ВВС Беларуси были приведены повышенную боевую готовность. Готовность номер один у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что мы подозреваем, что это не первый раз вооруженные силы нарушили всякие договоренности. И как тут тошнее сказать, чтобы опять не попасть под критику наших так называемых друзей, нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас, в районе Костюкович, Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были приведены в повышенную боевую готовность. В 19 часов 4 минуты на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километров силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники, точно летевшие нарушивая воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили. Цели остальные были переданы. У нас единое ПВО с Россией. Были переданы Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление Смоленск, но потом они изменили траекторию полета, те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены российскими уже ПВОшными системами и, по-моему, системы панцира уничтожены на территории Российской Федерации. Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся. Поэтому Министерству обороны, Генеральному штабу Беларуси приказано привести соответствующее мероприятие, для того, чтобы надежно обеспечить безопасность нашего государства. Взаимодействие было исключительно с российскими войсками противовоздушной обороны, и что абсолютно все цели были уничтожены, как на территории Беларуси, так и на территории Российской Федерации. Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал, много-много раз, этим самым показывают, что никакому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на Курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров, 30-35 уже сегодня окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации. Наверное, не совсем приятная эта вещь. Не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься, но никуда не денешься. Я думаю, что эта провокация еще долго будет обсуждаться в средствах массовой информации, но чтобы не было опять инсинуаций разного рода, я вот вас проинформировал о том, что произошло. Ну а более конкретно, вот пресс-секретарь передаст министру обороны, который просто в деталях по минутах проинформирует наше общество о том, что произошло. Это лишний раз говорит о том, мужики, что нам надо здесь, на земле, трудиться, как раньше говорили, не покладая руки, давать соответствующие результаты для того, чтобы избежать того, что происходит сегодня в Украине. Очевидно, на мир, каким его принято видеть и понимать, Украина не настроена. А если быть точнее, то ее западные кураторы, которые на днях пообещали, Киеву в очередной раз протянуть руку помощи в виде 125 миллионов долларов. Но к чему приводит американское покровительство, как раз наглядно видно по Украине. Ни к чему хорошему. И вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами, а у Киева их точно предостаточно, они своими абсурдными действиями пытаются спровоцировать нас. Очевидно, одной из целей, может быть, второй задач, а может быть, первой, было именно для того, чтобы заставить Российскую Федерацию перебросить свои резервы не только в Курскую область, но и на территории Беларуси, тем самым уменьшив нажим на украинские военные силы на территории Донбасса, на территории Харьковской области и Курской области. Может быть, и такой замысел. Но я все-таки думаю, что больше, чем на провокацию украинцев не хватит, потому что еще более сложная ситуация сложится для Украины. Ни Беларусь, ни Российская Федерация не заинтересованы в том, чтобы Беларусь была вовлечена напрямую как участник в специальную военную операцию, в конфликт между Россией и Украиной. Потому что фронт, который должна была бы закрывать Российская Федерация, значительно увеличится. Тогда линия боевого соприкосновения прирастет на более чем 1000 километров. И, в общем, российские войска вынуждены будут послать солидный контингент на территорию Беларуси, чтобы подстраховать, прикрыть белорусские войска. Это элементарная провокация, это пренебрежение со стороны Украины всеми международными правилами, всеми договоренностями и не более того. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что наш ответ был абсолютно адекватный. Сегодняшнее мероприятие – это, скорее всего, попытка решить чужие задачи. Незадача Украины – это попытка показать, что Украина способна вести боевые действия и еще долго. Наверное, в какой-то мере отрабатывает те деньги, которые в нее вкладывают с западными спонсорами, в том числе Соединенными Штатами и Великобритании. И, по всей вероятности, попытка создать условия для более выгодного для Украины варианта развития обстановки. Но Александр Лукашенко не единожды уже не просто публично говорил, а прямо предупреждал – Беларусь не приемлет войны. Но ответ на внешнюю агрессию будет молниеносным и адекватным. В подразделениях, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне, было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов. Остальные беспилотные летательные аппараты были уничтожены подразделениями воздушно-космических войск Российской Федерации. Все действия дежурных расчетов выполнены в соответствии с действиями дежурных сил Единой региональной системы по противовоздушной обороне. О готовности молниеносно реагировать на любые изменения обстановки заявили в Министерстве обороны. Ожидаемая история с провокацией у наших границ мгновенно разлетелась по медиапространству. Этого с такой же скоростью не распространялись фейки. В оборонном ведомстве провели брифинг с представителями СМИ. Виктор Хренин изложил хронологию событий и реагирования дежурных сил. В 18 часов 10 минут дежурными силами радиотехнической бригады со стороны Украины был вскрыт полет группы целей государственной границы Республики Беларусь. В 18 часов 13 минут дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность номер один для действий по группе целей в случае нарушения государственной границы. В 18 часов 29 минут подняты дежурные экипажи самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-24, находящиеся на боевом дежурстве. В 18 часов 58 минут средствами одного из зенитно-ракетных полков и состава дежурных сил обнаружены воздушные цели, которые взяты на сопровождение и определены как беспилотные летательные аппараты. В 19 часов 4 минуты цели уничтожены. Летательные аппараты, находящиеся вне воздушного пространства Республики Беларусь, переданы на сопровождение силам и средствам противовоздушной обороны Российской Федерации и также уничтожены. Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь. Учитывая обстановку, складывающуюся в Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации. Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы Полонез и комплексы Искандер, получили задачи на совершение маршей в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск и авиации. В Министерстве обороны заявили, что внимательно следят за обстановкой.